Друзья, это Пхукет, самый русский остров Таиланда. За первые 10 месяцев этого года страну посетило 147 тысяч россиян. Причем 43 тысячи из них прилетели в Таиланд в октябре. По данным посла России в Таиланде Евгения Томихина, перед началом пандемии коронавируса в марте 2020 года, в стране находилось порядка 70 тысяч россиян, из них около 40 тысяч были туристами. Остальные наши соотечественники постоянно проживали в разных регионах страны. И больше всего русских 8 тысяч человек находилось на острове Пхукет. Кстати, на Пхукет я приехал по приглашению компании Intermark Real Estate, которая предлагает услуги по купле-продаже, аренде и инвестициям в зарубежную недвижимость по всему миру, а также услуги консалтинга, управления недвижимостью, получения гражданства и ВНЖ за инвестиции. Более подробную информацию можно узнать в телеграм-канале «Релокация и зарубежная недвижимость». Перейти в него можно по ссылочке в описании к этому ролику. Европейцы узнали о Пхукете в средние века. Тогда остров был одним из перевалочных пунктов для моряков по пути из Индии в Китай. Пхукет находился в вассальной зависимости от царства Накхонситхамарат. Такое сложное название раньше было у территории, на которой расположен современный Таиланд. Во второй половине 16 века сюда приехали голландцы и основали на Пхукете торговый порт. За возможность монопольной скупки олова боролись не только голландцы, но и португальцы, французы и англичане. Это был один из самых неспокойных периодов в истории острова. После 100-летнего затишья в 1785 году на остров вторглись бирманские войска. Изначально они одерживали победу, устроив самую кровопролитную войну на Пхукете. Но благодаря сопротивлению, организованному вдовой губернатора острова и ее сестрой, бирманская армия отступила. А в 19 веке на Пхукете случился миграционный кризис. Сюда приезжало большое количество китайцев для работы на оловянных рудниках. Их было так много, что они заменили собой население острова. Этнический народ малайцы оставались только в прибрежных деревнях. Следы европейцев и китайцев сейчас можно увидеть в исторической части Пхукетауна. Ну что, друзья, мы в старом городе. В старом городе Пхукете здесь есть историческая архитектура. При этом она не просто историческая, она очень интересная, потому что это китайско-португальский стиль. Да, и такое бывает, такая гибридная архитектура, смесь стиля еще называлась, кстати, китайская барокко. Как появилась, португальцы здесь пришли, занимались всякими здесь делами, бизнесом и всем остальным, а работали китайцы на них. Так вот, китайцы, с одной стороны, они брали у заказчиков, у португальцев какие-то основные направления. То есть мы видим такие 1-2 этажные домики, такой классический магазин, где внизу магазин, сверху жилье. С другой стороны, китайцы к европейскому такому классическому декору добавляли какие-то свои элементы. В итоге получился китайско-португальский стиль, в котором отстроен весь старый центр столицы Пхукета, в городе Пхукет. Что интересно, здесь даже есть несколько мест, где есть тротуары. Вообще, тротуары это немыслимая роскошь, мы с вами в Таиланде, здесь на тротуарах обычно никто не разоряется. Конечно, жалко, что португальцы сюда, да что ж ты, сука, своей болгаркой впилишь. Вообще, конечно, португальцы молодцы, что привнесли сюда немножко своей архитектуры, но что самое главное у португальцев, ребята, самое главное у них это мощение от тротуаров. Такой маленькой мраморной брусчаткой, когда они выкладывают какие-то удивительные узоры, в общем, все это делать как-то интересно, здесь, к сожалению, этого нет. Поэтому остается ливаться только вот этими вот домиками. Кстати, несмотря на то, что все это, по идее, как-то охраняется от прямо уж такой истории-истории, мало осталось, потому что особенно внутри все это много раз перестроено, переделано, и на каких-то общих планах это еще как-то смотрится. Ну, если вы хотите поразглядывать детали, понаслаждаться какими-то подлинными элементами, то сделать здесь это будет непросто. Пхукет, конечно, хочется с чем-то сравнивать, и что приходит первое на ум, это Бали. Ба... или Бали. Ну, похожий климат, тоже много там наших ребят, красиво, фрукты, погода, остров, в общем, все примерно одинаковое. Но! Прошлый раз, когда я был на Пхукете, меня поражали местные пробки. Сейчас, конечно же, пробки есть, но здесь, оказывается, уже более-менее организовано движение. То есть в центре города нет никакого коллапса. Большинство людей ездит на машинах, а не на вот этих вот мопедах. Есть даже светофор, есть пешеходные переходы. Конечно, серьезно обсуждать какую-то городскую инфраструктуру здесь не приходится, потому что ребята абсолютно не про это. А еще здесь почти никто не сигналит. То есть чтобы Таец посигналил, то нужно прямо, не знаю, уснуть на светофоре, полчаса простоять, и тогда, возможно, он как-нибудь осторожненько так пип-пип сделает. Ну, а теперь давайте о грустном. Здесь все с проводами. Да, Таиланд, как и некоторые другие азиатские страны, славится своими не просто, я не знаю, большим количеством вот этих вот проводов, а иногда здесь такое ощущение, что заходишь в какой-то паучий дворец, где просто где-то грозди, нагромождение этих проводов, и вообще непонятно, как они с ними разбираются. Всему виной хаос с проводкой. Особенно грешат этим различные интернет-компании. Много провайдеров. И когда вы заселяетесь, например, в какую-то квартиру, никто даже не разбирается, какой у вас был интернет, проще прокинуть новый провод. И так каждый раз они все прокидывают, прокидывают новые провода, старые где-то обрезают, и большинство из тех проводов, которые вы видите на столбах, они никому не нужны. Они пытались закапывать их под землю, но ввиду местных особенностей дожди, плохое качество строительства этих коллекторов для проводов, там все это дело затапливало, все это коротило, поэтому проще, чтобы можно было и быстрее это ремонтировать, и дешевле прокидывать, проще все это делать по воздуху. Это ужасно портит вид местных городов, но ничего не поделаешь. Почему я пою? Потому что я предвкушаю успех, а успех сегодня будет на обед, на ужин и так далее. Как можно приехать в Таиланд и не кайфануть, не насладиться тайской кухней? Я нашел список хороших ресторанов и просто привкушаю потрясающие трапезы. Особенно интересно нам будет затестить местный тайский стрит-фуд. Он даже попадает в различные списки гида. Например, в гиде Мишлен есть большое количество недорогих таких уличных забегаловок. Да, их не рейтингуют звездами, но они попадают в различные рекомендации. Поэтому пойдем по рекомендациям и будем наслаждаться. Самое популярное блюдо тайского стрит-фуда – это лапша. Ее можно есть без всего, а можно с тофу, креветками, говядиной, свининой, курицей, овощами и подливкой. Из сладостей на улицах можно купить липкий рис и ротти. Это тонкое обжаренное тесто с начинкой, чаще всего с бананом, яйцом или шоколадом. В центре Пхукета, в старом городе, есть какое-то количество заведений, которые можно встретить в гиде Мишлен. Про гид нужно понимать, что помимо обычного рейтинга со звездами, есть 1, 2, 3 звезды, есть еще много других рейтингов, чтобы людям было не скучно. И ресторан, в который мы сейчас пришли, он попал в рейтинг бип-гурман. Это бибендум, который на логотипе Мишлен, такой дутый человечек, их главный персонаж. И вот, собственно, есть отдельный рейтинг бип-гурман – это хорошая еда за приемлемые деньги. Сейчас попробуем салат. Салат, хвосты креветок, кешью, полное яблоко. И лук, неплохо. То, что я подумал, что это яблоко, а на самом деле это зеленый недозрелый манго. Что только не придумают. А еще одна рыба, у нас есть 2 рыбы. Значит, одна рыба, она засыпана чесноком была. Рыба, удивительно. Это, судя по всему, тоже рыба. Если одна у нас засыпана чесноком, то это каким-то луком и каким-то соусом. Это послаще, похоже на этот лемонграсс. Замечательная пукетская рыба. После местных блюд в заведении, отмеченном в каталоге Мишлен, я наткнулся на магазин русских продуктов и пообщался с ее владелицей Анастасией. Расскажи, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь приготовлением русской еды. На Пукете. Пельмени, торты, блинчики, все. Это не привозное, все делается? Нет, все делается здесь. Мы уже возим по всему Пукету. Что лучше всего покупают? Орешки с вареной сгущенкой. Орешки со сгущенкой? Так, а пельмени? Мне казалось, что пельмени тоже хорошо покупают, но орешки покупают лучше. Сколько пельменей вы делаете? У нас ручная лепка и объем производства ежедневно около 30 кг. А давно сюда переехали? В 2013 году. А откуда? Из Новосибирска. Почему? Там холодно и серо. Это было какое-то спонтанное решение переехать на Пукет? Меня позвали друзья сюда работать, тоже в ресторан. Там проработала я недолго. И решили открыть свой бизнес? Решила, что лучше мне будет здесь, я буду работать на себя. Насколько сложно вообще бизнес его здесь вести? Нужно работать в стране, где все привыкли отдыхать. Это самое сложное. А они сами едят русскую еду? Или они готовят и не понимают, что это такое? Да, они обожают медовички, они обожают блинчики, они обожают наши эклеры. Вареный сгущен. У меня есть тайцы, которые приходят и покупают борщ и оливье. У нас есть клиенты. Серьезно? Да, национальности тайские. Но так в основном клиенты русские? В основном, да. Русскоговорящие. Русскоговорящие, да. Икра. Икра, икра. 1600. 300 грамм. В Владивостоке сколько стоит? Не знаю. Я там не была давно. Корюшка тоже оттуда же. С Владивостока. Корюшка из Владивостока. Есть камбала. Котик, не лай, не ругайся. Мне кажется, если не называть ее котиком, она будет спокойнее. Соленые огурцы сами делаем. Соленые огурцы, помидоры, капусту делаем сами. Квас. Морс. Квас делают тайцы. Квас делают? Делают тайцы, да. Они его делали изначально или вы заставили их делать квас? Нет, нет, не я. Другой был мальчик. А, ну то есть вы их заставили делать квас? Несколько десятков лет назад. Все. Мальчику отоделся, остался тайц. Мистер Сид. Это они наши ручные клемешки. Это вы? Да. Похоже? Похоже, да. Свинина, курица и говядина. 380 бакс стоит килограмм потрясающих ручных пельменей. У них есть пельмени купить? Нет. Купить, хорошо. Кефир. Кефир. И сметана. Все готовится тут. И что, прямо похоже на сметану? Еще как. Так, мы купим сметану. Хорошо. Творог. Творожок мы делаем сами. Как правильно? Творог, блин. Творог, блин. Значит, у меня на тесте творог. Блин, главное, чтобы не оказался потом творог, что правильно. И тайская сметана. Непонятно, какой она процент у нее жирности. 20%. 20%. 20%. Она не похожа на 20%, она прямо выглядит такой, прямо очень жирной. Сначала попробуем по отдельности. Творог замечательный. Прямо можно жить. Ммм. Значит, творог очень вкусный. Сметана. Хорошая сметана. Хорошая сметана и творог. Прямо класс. Не, прямо вообще не пропадешь. Манка, пшенка, макарошки. Не хватает только водки. Бородинский хлеб откуда? Подождите, подождите, подождите. Ой, это у нас есть девочка-кудесница Ирина Христолюбова, она печет нам это замечательно. Сейчас Ирина Христолюбова печет на Пхукете Бородинский хлеб. Вы сюда приехали, открыли здесь бизнес и заставили всех вокруг еще что-то делать. Вы сформировали спрос и за спросом пришло предложение. Мне кажется, это очень здорово. Я пельмени ем со сметаной. Настоящие пельмени. Вообще без подвоха. Очень вкусно. Рассказывайте, что здесь происходит. Здесь спокойно все. Борис иностранных агентов. Русские, русские везде. Кто чем занимается? Замечательно. Фотограф. Компоновка музыки для танцевальных видов спорта. Ничего себе. У кого самое необычное занятие? Здесь? На Пхукете есть тюнинг-автомобиле. Да, с Эльжебасом будем вместе снимать. Очень здорово. Кто еще чем? Ананасовые кваски я делаю. Колбрю, ананасовые кваски. Но это потом. После пробежки, а то кучей будет. Можете коротко, сейчас перед тем, как мы побежим, можете коротко сказать, почему Пхукет? Это райная земля. А кто был и на Бали, и на Пхукете? Все были. А почему Пхукет лучше, чем Бали? На Бали нельзя собак? Да ладно. Еще почему? Наставников меньше. О! Так, меньше наставников, отлично. Что? Тайцы классные. Тайцы классные. Массажные. Массажные. Отношения к туристам лучше. Торговые центры. Магазины, торговые центры. Магазины, торговые центры. Путешествовать легче. Медицина дешевле? Или путешествовать? Лучше. А, лучше. Дешевле путешествовать. Еще? Дороги хорошие. Дороги хорошие. Что чище? Пляжи. Пляжи чище. А на Бали, кстати, с пляжами как-то совсем грустно. Подделка что-то? А не, нормально, просто постирал. Самая подделывая футболка. Лучше, чем Балинсиака. Нет, мне еще надо запечатлеть, чтобы потом посчитать, посчитать, кто... Только людей было? Да, конечно. Ну вот, на восьмом километре людей все меньше и меньше, но остались самые сильные. Друзья, справа от меня бегут лучшие люди в хуке. Самые спортивные, самые счастливые, красивые, умные и замечательные. Потому что вместо того, чтобы бухать в пятницу, они в субботу с утра пораньше пошли бегать. Да! У-у-у! В воскресенье, как с вами воскресенье. Да ладно! Подождите, сегодня воскресенье? Оба льва. Всё Ребята, ребята, подожди, подожди Надо представить Это Арсений Арсений, легендарный Арсений Человек, благодаря которому я начал бегать Ты помнишь, каким я был Еще несколько лет назад? Ты был замечательным, как и есть Но ты просто вообще не бегал А теперь я начал бегать Ну мало того, я тут слышал, за тобой толпы бегают Ребята, что вы понимали, Арсений тот человек, который бегает не просто марафон Он бегал раньше Ультрамарафоны И один ты в Таиланде бежал, да? Да, я в Чангмай бежал 100 мильку 166 километров Да, и было 29 часов у меня финиш 29 часов ты бежал? Да И если кто-то спрашивает, сколько это занимает Это не важно, сколько это занимает Потому что там все смазывается в одно примерно после 14 часа Расскажи мне Что такое Пхукет И знаешь, что интересно? Я пытаюсь понять Чем отличается Пхукет от Бали И вообще, где круче? Бали это полноценная такая мини-страна Мини-княжество, мини-королевство С своим гарантированным земледелием С огромным количеством рисовых полей Пхукет это все-таки такой, знаешь, как дачный район То есть вот такое Немножко совсем другое экономическое Состояние, история у него другая Но что мы знаем? Что мы знаем? Здесь, как и на Бали, есть море Очень красивое, чистое море И Андаманский залив С него периодически приходит прекрасный ветер Здесь ежегодная регата На которую переезжал я Приезжало большое количество россиян Привозили свои гоночные яхты Перегоняли на эти соревнования Посвящена она королю Таиланда Это Пхукет Kings Cup Вообще прекрасное заведение Сейчас здесь лучшие деньки Сейчас здесь топ сезона Потому что муссонный ковш, который по Юго-Восточной Азии ходит Муссонный ковш, он как раз сейчас опустился на Бали И там идут дожди Это первый человек в моей жизни, кто произнес выражение Муссонный ковш А как вы подробно называете? Сейчас зимой топ сезона на Пхукете Летом топ сезона на Бали То есть сюда ехать, например, в мае Ты здесь залипаешь на очень большое количество дождей на Пхукете Но зато на Бали очень хорошо Солнечно и ясно И наоборот Декабрь лучшее время для того, чтобы быть на Пхукете С чем я тебя поздравляю? Приехал в правильное время После 80-х, после 90-х сюда Как Бали были открыты хипарями Которые в основном приезжали в поиском волн Сюда как-то приехало огромное количество Что странно, немцев На то, чтобы здесь осесть Они все здесь переженились Во второй, в третий раз И вот те экспаты Которые первой волной сюда заезжали Они все из центральной и западной Европы были Они здесь подстроивались Находили себе очень заботливых жен Здесь очень гостеприимная в целом страна И семьи принимают в нее Экспатов принимали, по крайней мере И постепенно оседали и привозили сюда все больше и больше И сюда международный турист хлынул где-то в конце 90-х На массовом, конечно, это все Я застал... Я здесь первый раз был в 2010-м Здесь, конечно, было сумасшествие До сих пор очень много всего на русском Русские меню Практически каждый тайец знал 10 слов Там давай-давай И вот это вот все, что связано с Не самыми лицеприятными подробностями А времяпрепровождение наших соотечественников С водкой и с прочим Но в определенный момент Здесь есть деревня, например, Патонг Которая может сравниться по своему сумасшествию С тем городишкой, который называется... Паттайя тоже, да, Паттайя Там были просто сумасшествия 24 часа, но он стопал алкоголизм Уже следующего уровня А я сюда приезжал и приезжаю Как вот в зеленющий, красивый остров Прекрасное купание Здесь можно тренировать плавание Здесь можно тренировать велосипед Здесь проводится несколько триатлонов Здесь чудесная кухня Очень доступна по ценам И да, когда у тебя, как я сказал Не сезон на Бали, едешь на Пхукет Мы пришли в приличное место Вот многие думают, да, что Пхукет Это какие-то непонятные трущобы Все в рекламных вывесках Какой-то бардак Но нет Ну нет, конечно, остров постепенно причесывается Преображается Открываются вот какие-то такие интересные места Обживается Обживается В России, говорят, обживается Здесь вполне себе прилично Есть супермаркеты И какие-то магазинчики И, конечно же, еда Кстати, вот здесь находится продуктовый супермаркет Ведущий продуктовой сети Централ И можно пойти посмотреть, сколько стоит продуктов Давай Вообще Да Лобстеры Американские, смотри Американские лобстеры 2000 за штуку Поштучно продают Японские устрицы по 200 Сырые, салмоны, колбасы Все, что хочешь Давай, давай Смотри, тут куча вообще карри Соусы Всякие эти бич-пакеты Посмотри, посмотри Знаете, сколько Мы же можем сделать тест супов И набрать миллион просмотров на ютубе С женщинами, с детьми С грибами Вообще Офигеть В пакетах такие рисы продают Чего только нет Такие глаза И он зарпегайзер Попал в магазин Я люблю всякие необычные штуки Я понимаю, что, может быть, это невкусно, вредно Какие-то необычные всякие консервы Прямо хочется все купить Надо цены на что-то сравнить Такие макароны точно есть в Москве Точно должны быть Вот спагетти 500 грамм вот этих вот спагетти Стоит 125 бат А сколько они стоят в России В Москве Вы сейчас видите Будет подписано Вот Давай что еще сравним Корнишончики, да? Вот такая вот банка Стоит 250 за килограмм Сколько в Москве Ну вот это можно Вот это все знают, сколько стоит 285 Феррер Роше 16 штучек Стоит 285 бат Чипсы Лейс Чипсы тоже есть, да, в России? Да Я не знаю, Лейс еще не ушел из России? Да Вот смотрите Лейс Classic Made in USA Если вы хотите свободные демократические Лейс Американские То они стоят реально 129 бат А такие же, но уже тоталитарные Несвободные Сделанные, я так понимаю, где-то здесь 158 грамм Стоит уже 59 бат Ну в России нет демократических Лейс Поэтому нам даже не с чем их будет сравнить Ну вот Принглс оригинальный Стоит 96 бат По-моему это 102 грамма Если я правильно понял Невероятно вкусный арбуз 49 бат за килограмм 45 бат за килограмм Папайя 99 бат за килограмм Такая папайя 129 Кананасики 55 за килограмм Это тайский дуриан Царь всех фруктов Таиланда Самый любимый тайцами И большинством экспатов Но его нельзя есть в магазине Нельзя приносить с собой в отель И по возможности не надо приносить его домой Если вы не хотите получить новые ощущения от запаха А вот так вот выглядит местная пукетская прачечная Да, дело в том, что в кондоминиумах некоторых Либо там в небольших каких-то квартирках, домах Ну просто нет стиральной машины И она не установлена И поэтому очень популярны такие сервисы Они тоже начинают причесываться, развиваться Да, прямо так смотрится стильно По-моему 40 бат, да 40 бат стоит килограмм И я так понимаю, что эти ребята тебя здесь стирают, да? Или ты сам? А, да А то есть ты им здесь оставляешь, а они здесь все стирают? То есть это тебе не надо ждать? Иногда им можно еще заказать иглашку Они упаковывают там пакеты в такие То есть вот кто-то приносит им корзину И они здесь дальше уже со всем этим разбираются Очень удобно, да В общем, я видел много таких вот прачечных Это пока самое стильное в моем рейтинге Потому что обычно эти прачечные Они такие какие-то мрачные, грязные Какие-то старые вот эти вот какие-то машины А здесь так все модно, стильно И ребята тебе еще все стирают То есть такой тайский сервис Согласно тайскому закону о борьбе с наркотиками От 1979 года Марихуана в Таиланде относится к пятому классу наркотических веществ В этой группе находятся легкие наркотики Класс или категория определяет не только наносимый организму вред Но и тяжесть наказания За выращивание и хранение и употребление марихуаны Можно было получить штраф от 200 тысяч до 2 миллионов рублей И год тюремного заключения В 2018 году было легализовано употребление марихуаны в медицинских целях А с июня этого года она легализована полностью Если вы не были в Таиланде в последние полгода То вас удивит количество кофешопов Они почти на каждом шагу О специфике нового тайского бизнеса Я поговорил с владелицей такого бутика Расскажи, где мы находимся? Мы находимся в бутике Канабис Бутик Опиши, кто клиент Кто сюда приходит? Разная группа лиц Не только молодые Или 30-40 Также и положивые люди Они тоже приходят Заходят, интересуются, спрашивают Кто-то в первый раз пробует Кто-то уже пробовал раньше Наркотики это ужасно Неправильно И мы еще здесь собрались Для того, чтобы Объяснить людям Насколько все это плохо Да, и в этом наша большая миссия О том, чтобы дать знания Просветить людей Что такое канабис Русские депутаты к вам приходят? Еще не было таких Не было? Тихие чиновники Кто принимал законы Так, знаешь, они такие Законы напринимали А потом едут на Пхукет И такие Опа, сейчас попробуем Вообще, что мы запретили А то, что вы продаете Это вы сами выращиваете Или вы у кого-то закупаетесь? На данный момент У нас сейчас есть поставщики Выращивается все в Таиланде В плане употребления Есть какие-то ограничения? Я могу курить где угодно Или это в каких-то специальных местах? Во-первых, 20+, Да, это в принципе Вы проверяете у всех документы? Нет, просто мы не запускаем детей Посмотрите, как происходит здесь Таиланд легализовал Но правила не написал Не урегулировал Соответственно, делай, что хочешь Понятно, что не нужно Вести себя привольно И там курить среди детей Там арабов Потому что они могут позвонить И нажаловаться на запах И могут приехать поговорить Но это не прописано, что нельзя Ну, паблик-эреа Там кафе нельзя курить Сейчас уже это новое правило Нельзя На пляже, если кто-то будет курить Никаких проблем На пляже, если тихо, спокойно Если будешь курить Никому не мешает То да Мне кто-то говорил, что Продают, в том числе и в США Вот то, что выращивают здесь Ну, или собираются продавать А что они у нас? В США Извините, я на слово не знаю Давайте я расскажу вам немного Об этом рынке На английском мне было бы легче Проблема в том, что Когда они легализовали каннабис На него был большой спрос Но не было почти никакого предложения Здесь, на острове И вообще в Таиланде Поэтому каннабис Стали завозить из США Обычно импортировать каннабис Сюда запрещено Но я бы сказал, что 50-60% местной травы Это импорт из США На данный момент Пока у нас не появится Больше своих производителей Ситуация не изменится Сейчас в Таиланде В этом плане беззаконие Но уже скоро Все будет урегулировано В чем разница Между рынком в Германии И здесь? Сейчас в Германии Разрешено использование Каннабиса Только в медицинских целях Получается, чтобы купить траву Нужен специальный рецепт В Германии вам необходимо Получить рецепт от врача С ним вы можете пойти В обычную аптеку И приобрести там каннабис В настоящий момент Там обсуждают вопрос легализации Так что я думаю Уже скоро Может даже в следующем году Каннабис в Германии Будет легален Но его употребление Будут контролировать Что касается цен В Таиланде Я бы сказал Что они здесь Одни из самых высоких В мире Удивительная история Друзья Мы приехали в место Где люди играют в бильярд И не просто И они играют в бильярд Ну есть такие бильярды обычные А есть постирочные Совмещенные с бильярдной Я такого вообще никогда не видел Но теперь я понимаю Что это классная идея Пока у тебя все стирается Ты можешь поиграть в бильярд На Пхукете познакомился С местным полиглотом Он пригласил нас в гости Приготовил для нас ужин Показал свой дом И рассказал о жизни на острове Это бирманский карри Бирманский карри Что тебе офигенно пахнет Так подожди Расскажи Садись Вообще расскажи Откуда ты И откуда ты знаешь русский Откуда я Я из Бирмы Я был там Был там Конечно Откуда ты русский знаешь Русский язык На самом деле Просто общался с русскими И работал официантом В ресторане И случайно выучил Сколько языков ты знаешь? Я знаю где-то 5 языков Монский Бирманский Английский Русский И тайский Потрясающе Так Ну сейчас ты живешь здесь На Пхукете Да Сеня Иди сюда Он знает сингапурский Сеня Комон, а Ток то ми ла Синглиши Окей ла Окей ла Окей ла Окей ла Это рис у нас Рис это обязательно Я тут мало тайской кухни ем И поэтому я постоянно готовлю свою там Бирманскую кухню То есть Бирманская кухня Это немножко половина китайская Половина индийская Так, а что ты скажешь Про тайскую кухню? Тайская кухня острая Да Бирманскую кухню Немножко Это тайская острая Это берманская острая Здесь галтайская острая И берманская тоже Десгалтайская кухня острая Острее еще Острее еще Почему именно Пхукет? Что тебе на Пхукете нравится? Здесь очень много бирманцев Да А как так получилось? Почему здесь много бирманцев? Потому что бирманцы у нас Страна как бы У нас если честно Бедная страна И все приехали сюда работать Да Именно на стройке У нас очень много бирманцев Работают на стройке Сколько платят У тебя дома Когда ты работаешь на стройке? В Бирме где-то Пять тысячи Это сколько там Сто пятьдесят бат За день Сто пятьдесят бат В день В день Сто долларов в месяц Ты можешь зарабатывать Ну да Поэтому все много приехали Здесь получше То есть пятьсот бат в день А на Пхукете Бирманцы работают Для них это очень много То есть У нас менталитет такой Мы работаем на стройке Мы отправляем каждый месяц К родителям В Бирму Эти деньги Когда ты в ресторане работал Сколько здесь получал? Когда я работал в ресторане Пятнадцать тысячи бат Получил То же самое Как пятьсот бат в день Пятнадцать тысяч в день? Пятнадцать тысячи бат в месяц А в месяц Да Но зато ты работаешь с едой И еще можешь русский выучить Мне нравится Пхукет Потому что после Я то что выучил русский язык Я понимаю Что здесь очень много русский бывает Поэтому мне нравится Общаться с русскими Именно Если бы Не было русских здесь Я бы в Бирме работал Ну пожил с мамой То есть повышается То есть ты только из-за русских Живешь на Пхукете? А тут я хочу свой ресторан открыть Берманская кухня и русская кухня Сразу Подожди Остановись Стоп Стоп А что ты из русской кухни можешь готовить? Я ничего не готовлю Русской кухни Если честно Можно сказать честно Я русскую кухню вообще не люблю Я не могу Я один раз пробовал окрошкой И после этого я не норвижу На квасе или на кефире? На квасе Блин Ну тебя обманули На кефире На кефире Когда я ем русскую кухню Я чувствую Я ем кипяток Селедка под шум Вообще не то было Нужно чтобы на улице было минус 10 Чтоб все это пробовать Ой я очень хочу потрогать снег Ты не трогал снег? Я ни разу не видел снег А можно снег прям у вас как бы есть да? Ну только нельзя желтый Желтый снег? Ну вообще снег Если он чистый, белый, свежий Можно есть Постоянно То есть когда спал Как сон снилось То есть повышается Типа я играл снег Со снегом А проснусь Блин я не в России еще То есть У меня часто бывает такого Давай подумаем Давай подумаем Вот у нас есть земной шар Земной шар Да? Вот если Канада Канада Я вот почему-то сразу подумал про Канаду Дай пять Канада Дорогие подписчики Ильи в Канаде Пригласите Да, у вас будет вкусно А у человека будет наконец-таки снег Если вы предприниматель По духу И хотите открыть новые грани В ресторане Пожалуйста Бермистская кухня С русским оттенком Какие ты русские песни знаешь? Вечером деблым драчу один Вот это Нет? Кто тебе сказал? Можешь еще раз спеть то, что ты сейчас сказал? Вечером деблым драчу один Драчу Драчу один Ты знаешь это? Там было в песне по брожу А вот Брожу это когда пешком ходишь А драчу? А драчу это когда ты мастурбируешь Тебя какие-то нехорошие русские учили неправильно петь хорошую песню. Баражу один. Это русские туристы. Есть такие мудаки, которые реально издеваются и учат всякой херне. Вот тут ужасно. Человек со всей искренности, со всей душой. Никогда так не делайте. Чем русские отличаются не девушки, а вообще русские от бербанцев? Я не был в России еще. Я знаю русские, которые прилетят на Пхукете. Они приезжают на Пхукет, они очень довольны, гуляют, позвал там, побухают. Поехали, братан. Они иногда даже ждали, когда я заканчиваю работы. То есть они прям, да, поехали, с тобой интересно, мне тоже интересно. То есть я бухал с русскими до 6 утра. И следующий день я работаю в 9. А бирманцы так не делают? Бирманцы так не делают. Бирманцы очень любят работать. Поэтому они работают на стройке, бирманцы. Они очень старательные, любят тяжелые работать. И что именно еще? Русский язык, когда вы говорите по-русски, для меня это очень модный. Азиатский язык, бирманский и тайский язык, когда мужчина разговаривает по-азиатски, то есть повышается не как мужчина. То есть получается, русский мужчина, они прям, когда они разговаривают по-русски, они прям здорово, братуха, ты чё, туда-сюда. Мне очень нравится. А у нас мужчина, вот, спортсмен. Они так разговаривают. Мне это как бы не очень, не очень люблю. Вот. Поэтому я думаю, что русский язык очень модный. Блин, я тебе сейчас скажу, что ты для продвижения русского языка сейчас за эти 20 минут сделал больше, чем весь наш МИД, Министерство культуры и все остальные вот эти вот... Чем барламов за всю жизнь. ...ведомства. Ты сейчас просто уже подбираешься к уровню Достоевского и Пушкина в плане популяризации русского языка. Давай попробуем, смотри. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе, шоссе как дорога. А, шоссе. Шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Это потрясающе. Что тебе не нравится в русском? Что мне не нравится, да? Сами русские просто... Я нет. То есть получается... Русские не то, что на камеру, русские очень умные люди. Нет, на камеру, на камеру. Мы не обидимся. То есть получается, русские умные. То есть почему умные? Потому что русские приехали на Пукет. Даже первый раз приехал на Пукет и он уже умеет работать. Например, там аренда туда-сюда, как бы он заморачивает все то, что он сможет. То есть аберманцы? Нет, мы боимся. Мы приехали сюда. Наглость. Это наглость, наверное. То, что они на скоком... То есть они приходят и сразу хотят что-то сделать. Да, что-то сделать. И русские для них вот... Сегодня я зарабатываю 1000 бат, а завтра 3000. Вот я постоянно так хочу побольше. Аберманцы очень любят комфорт-зон. Ну, 500 бат, хорошо 500 бат, ничего страшного, навсегда будет 500 бат. То есть вот это... Мне очень нравится блог. Что не нравится в русских? Очень мало то, что не нравится. Не нравится, например, там русские заходят в 7-11. 7-11 это тайский магазин, да. Пятерка. 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 Зашел и... Sorry, give me please. Ты что, не понимаешь? Вот это... Это очень круто, я с тобой согласен. Вот, например, там... Ты что, не знаешь, что ли? Вот, санксом 07. Блин, тупая, а. Вот это мне как бы не нравится. Когда я стою рядом, я слышал этого, то есть повышает мне неприятно. Девушка и мужчина приехали на байке, приехали вот этот суперчип. У нас тоже магазин называется суперчип тоже. Ну чё, чешевле, типа, суперчип, короче. И там девушка сказала, типа, этот магазин очень воняет. А и муж сказал, что не надо говорить так, потому что если кто-то понимает по-русски, некрасиво будет. Она говорит, да никто не понимает по-русски. И так сразу поворачивал. Я понимаю. И она прям... Молодец. Да. И то, что еще мне не нравится, когда я работаю в ресторане, и когда я постоянно улыбаюсь, туда-сюда меню принесу. И он на меня так... Чего он постоянно улыбается? Пит, что ли? Ну, типа, такого. Ага, да. И... Господи. Да, и все пороки. Я не понимаю. Прямо очень точно все пороки русских туристов. Знаешь, пороки, что такое? Как Synth, да? То есть как... Я надеюсь, после этого выпуска, после этого выпуска, да, вы не будете себя дальше вести. Что еще мне нравится? Например, брат. У нас в Таиланде, в Берме, когда мы не знакомы, мы говорим брат. Это типа уважаемый, то есть получается брат. Есть некоторые русские, когда я говорю брат, они не любят. Ты не мой брат. Зачем брат меня называют? Брат, это не то, что ты мой хороший друг, и я тебя называю брат, а просто у нас брат. Ну, у нас по-буддийскому, то есть я не могу человек назвать, вот, например, там, Илья, потому что он старше, может быть, он старше, чем я. И надо сначала брат Илья, вот, у нас в Таиланде и Берме. И у нас, когда мы хорошо дружим, то есть уже не брат, вот, когда не знакомый, а брат. У нас все наоборот. Наоборот, когда хорошо дружим. Да, в России, когда ты очень близко или очень хороший друг, ты называешь брат. Вместе с нашим новым другом мы решили поехать в центр Пхукета и посмотреть город уже его глазами. Скажи, что продают? Про еду, давай, давай. Про еду. Ну, типа, колбаса с рыб. Ой, колбаса с рыбой. Рыбная колбаса. Колбаса, рыбная колбаса. Очень вкусно. Очень вкусно. Не будем пробовать? Не, не, не. Надо все пробовать. Надо все пробовать? Да. Типа, можно через сэкэн, короче, скан, скан, знаешь, да? Вот это какая-то есть платежная система, да? Да. Тайские пельмени. Чем они отличаются от японских пельменей? От корейских? От русских пельменей, да? Ну, от русских понятно, да. Но они... В принципе, одинаковые. Они похожи на корейские пельмени. Да. То есть пельмени, на самом деле, это не тайская кухня. Вот это то, что они продают здесь. Это просто они... Японская кухня просто здесь продают, да. Гёдзе. Или как, да, Гёдзе? Ну, да. Киоса, киоса. Как они едят, интересно. Очень хорошо играет. И поет хорошо. Она на Букете очень популярная. Сколько она зарабатывает так за вечер? Очень много. Да? 10 тысяч бат где-то. 15. Слушай, ну, на самом деле, вот с этими детьми, у них здесь на улице стоят какие-то дети, которые очень плохо поют, очень плохо играют, но за счет того, что они дети, им подают деньги. Где? Вот это... Она плохо играет. Ну, как же плохо играет. Я, может быть, ничего не понимаю в игре на гитаре, но это просто такой вот начальный уровень, там 2-3 года она позанималась и так вот вышла. Ну, ничего в этом нет такого удивительного. Мы в Бирманском квартале, все закрыто. Бирманцы не работают по ночам, не работают по ночам. Потому что они спят. Не работают. Они спят. Едят? Смотри, едят. Ну, кто-то там едят. Это Бирманцы. Бирманцы золото продают, ребята. Золото продают? Да. Есть золото? Да. Брат, есть золото? Вот. Ты хотел что-то сказать? А почему тут тихо? Потому что берманцы просыпают очень рано. 5 утра уже начинают работать. Это наш менталитет. Кроме я. Кроме я. Кроме меня. Кроме меня. Кроме меня. Да. Ты уже таец. Ты уже таец, а русский. Ты уже русский. То есть русский любит поспать. Да. Почему я столько пропадал? Потому что они ленивые, не хотят убираться. Потому что, ну что, сабай-сабай. Все, спим. А ты знаешь, что такое лемонграсс? Да, конечно. Да? Да. А ты пробовал том-ям есть лемонграсс? Да. Ничего себе. А манго, зеленый манго пробовал? Как яблоко. На яблоко похож. Да, тоже пробовал? Да, все. Видишь, меня хотел удивить, а нет, я все пробовал. Ту боится, потому что у нее на самом деле офигенная татуировка. Покажи. Ну это давно, два года назад я сделал. Да, здесь Кремль, Спасская башня. Надо понимать, что не Путин построил Кремль, и это не его Кремль. И Россия тоже не его, и не надо... Ну просто некоторые люди, они почему-то, когда видят там Кремль или еще что-то, они считают, что это вот Путин. Да, это может быть символ как-то власти, еще что-то. Мне нравится. Его построили, да, это вообще итальянцы построили, знаешь, да? Да. Мне кажется, круто, что чувак себе набил Москву, и что он любит Россию. Люблю от души. Да. Да, и... То есть за то, что я не смог поехать в Россию, я себя сделал. Некоторые люди как бы не могут, политика и люди... Отделять. Не могут отделять, да. Просто мне нравится очень красивое здание вот это вот. Я думаю, что если я побываю в России, я сначала там прилечу в аэропорт, в аэропорту, и потом сразу туда. Я буду кричать, Россия, я наконец-то визор в России. Визы дают сейчас как? Визы дают. Тебе же визы получали, да? Мне надо ехать в Берму, потому что у нас в Берме есть российская посольство. Блин, то есть ты прямо реально купишь деньги, чтобы поехать в Россию? Я уже купил, а потом ковид начался. Сейчас надо снова. Ты удивительный человек. У каждого отдыхающего есть свой ответ на вопрос, почему Пхукет идеальное место. Одни говорят про дайвинг, другие про природу и пляжи. А я решил спросить об этом у тайцев. Вы приглашаете людей посетить именно Пхукет. Почему? Какая разница между Пхукетом и другими тайскими провинциями? Почему Пхукет – лучшее место в Таиланде? В Таиланде нет таких мест, как на Пхукете. Пхукет уникален. В плане моря, море кристально чистое, белый песчаный пляж, чистый и свежий воздух. И кроме того, горы, водопады, все, что есть в мире, все это находится на Пхукете. Допустим, вы поедете отдыхать в другие места. Например, отправитесь в путешествие в Чайхат, Бангсен или другие места. Там, возможно, вы получите только пляж и морскую воду. Но если отправитесь на Пхукет, то получите намного больше. Также, помимо всего этого, это местные жители Пхукета. Они имеют добродушный темперамент, который отличается от жителей в дальних уголках Таиланда. Кроме того, мы также организованы для предоставления удобства. В дальнейшем почти все мы, почти каждый муниципалитет и все организации будем использовать такие технологии, чтобы было удобнее и легче всего туристам. Больше всего туристов здесь из России. Бывают ли проблемы между местными и российскими или другими иностранными туристами на фоне разницы культур? На данный момент нет. Люди Пхукета надеются больше на российских туристов. Эта нация, как мы считаем, важнее всех из всех туристических групп вместе взятых, потому что больше всего приезжающих туристов — это русские. Мы готовы обеспечить удобство и готовы всегда дружить с такими людьми, как русские. От всего сердца. Они не создают проблемы для Таиланда. Напротив, русские сейчас приезжают и начинают заниматься бизнесом тоже. А бизнес продвигает экономику на Пхукете. Это помогает хорошо расти. Я являюсь уважаемым человеком на Пхукете. Хочу отдельно поблагодарить всех россиян, что выбирают Пхукет. Тут источник туризма и инвестирование в бизнесы являются местом для отдыха. А были ли вы когда-то в России? Пока нет. Я люблю холод, но не морозы. Друзья, которые были в России, вернулись и сказали, что Россия очень красивая, архитектура выглядит потрясно. Спасибо. А теперь посмотрим, как живут типичные тайцы. Не самые богатые, но и не бедные. Это Кун Сом. Она нам покажет, как она живет. Это у нас миддл-класс. Да. То есть это не типичные тайцы так живут. 40% тайцев так живут. У них есть роскошный бассейн. Покажете свой дом? Вам нравится готовить? Да, обожаю. Готовлю каждый день. Что любите готовить? Тайскую еду. Телевизоры в Таиланде – это объект особенного внимания. В любой семье очень важно, чтобы был телевизор. Не для того, чтобы смотреть какую-то там политическую повестку, а исключительно для того, чтобы смотреть сериалы. Сериалы – местные, локальные ТВ-драмы тайцы очень сильно любят. Они могут одновременно смотреть 10-15 сериалов. Прекрасно знать, что там происходит в каждом из них. И, конечно же, обсуждать вечером, сидя в бассейне. Слушай, вот у них есть фотография короля с королевой. Это королевь Сиди Кир и предыдущий король Таиланда. Обязательно в каждом доме должен находиться. Это предыдущий король Таиланда? Да. Почему не висит предыдущий, а не нынешний? Ну, дело в том, что, во-первых, Кунсом – это уже более зрелое поколение, которое фактически всю свою жизнь прожило под правлением предыдущего монарха и поэтому испытывает особенную требование на любое. То есть это как у нас, ты приходишь к какой-нибудь бабушке, а у него там портрет Ленина? Сложный, конечно, вопрос. И это несопоставимые положительные вещи. Нет. Ну, представляешь, король – это самый был долгоправящий монарх в истории. То есть это такая фигура, это как родственник, это как родной человек, которого очень искренне от всего сердца не любят. Дома это никто не заставляет? Никто не заставляет. То есть это просто она хочет, чтобы у нее на самом видном месте висел король? Да. А это что за фотография? На самом деле это принцесса, это их дочка, старшая дочка. И СОН получает диплом в образовании. То есть в высшем образовании, когда получают диплом, у всех студентов, кто очень хорошо учился, у них есть возможность получить вот такую фотографию. А такая есть далеко уже не у всех. Если у тебя дома есть такое фото, значит, левел твой. Государственный наград, фактически. Фактически. Ну, диплом, диплом окончания образования. Это алтарь с фигурой Будды. Обязательно у тех, кто исповедует буддизм, везде дом есть. Каждый день, там, или раз в несколько дней, либо по особенному, у нее устанавливаются цветы, буковония, свечи и бананы. Мы сейчас приехали в полицейский участок, потому что интересно узнать, как здесь работает полиция. В России все просто. Увидел полицейского, переходи на другую сторону дороги. Как это выглядит в Таиланде? Прежде всего нужно понимать, что в Таиланде полиция – это не карательный орган. Основной задачей полиции здесь является поддержание правопорядка и соблюдение прав граждан. И есть две стороны тайского полицейского. До тех пор, пока ты не совершил никакого правонарушения и в тот момент, когда ты его совершил. Так вот, до этой точки, пока ты его не совершил, полицейский крайне уважителен абсолютно к любому человеку. Они никогда не повышают голос, они никогда не применяют излишнюю какую-то силу свирепую жестокость. Но до тех пор, пока вы не набезобразничали. Что значит «жестить» с их точки зрения? Ну, бить точно никто никого не будет. Это 100%. Вообще могут там не вовремя не покормить, например. Тут немножко другая система правовая. Им не нужно доказывать, что ты виноват. Это тебе нужно доказывать, что ты не виноват. Именно так. Презумпции невиновности здесь нет в Таиланде. Подожди. Пошел тропический тайский дождь. Давай так, чтобы не обрушиться нам совсем в правовые дебри, я объясню так. Просто так, без какого-то подозрения, без какого-то обращения человека не задержат вообще в принципе. Многие русские ребята, которые здесь давно живут, они говорят, что в случае какого-либо конфликта, если какой-нибудь спорный момент, он всегда будет трактоваться в пользу местных. Спорное ДТП. Смотри, спорное ДТП. Классика. Я как раз о нем и хотел сказать. Смотри, схлестнулись, что-то там случилось, приезжает полиция. Да, первая полиция, что спрашивает иностранца? У тебя есть водительское удостоверение, тайское водительское удостоверение. Особенно это долгоживущий иностранец. У него его нет. Соответственно, уже начинается в пользу местного трактования. Российские права здесь подходят, если ты турист. Турист это значит человек, который приехал по туристической визе. И если реально у тебя есть страховка, у тебя есть права, ты себя очень дипломатично и нормально вел, ты не начал орать на полицейских, ты не начал оскорблять. Даже если в тебя въехали местного жителя, разбираться все будет абсолютно равнозначно. Мы сейчас пришли в полицейский участок и, как в любом государственном учреждении, здесь очень много портретов короля. А поскольку сегодня еще, помимо всего прочего, день отца, еще есть портреты предыдущего короля. Все очень красиво. Что еще из необычного, чего я не видел ни в одном полицейском участке в мире. Здесь сразу при входе висит карта. Карта этого полицейского участка, где обозначена тюрьма. При этом, чтобы было всем понятно, она обозначена такой человечек за решеткой. Также здесь подробно висят такая инфографика, где прямо написано все руководство местного МВД с портретами, с должностями, с именами, со званиями. То есть сразу можно пробить вообще, кто есть кто. И это очень круто, потому что, опять же, такого я нигде не видел. Очень все необычно и мило. Но мне кажется, что вся милота заканчивается на том моменте, когда ты нарушаешь здесь какой-то закон и оказываешься в тайской тюрьме. Потому что те ребята, кто там был, уже не так мило о ней вспоминают. У нас был список вопросов, точнее, о чем хотите спросить. Я накидал какие-то вопросы. Вопросы простые. Какая ситуация с криминалом? Какие в основном преступления совершаются туристами? Может, какие-то необычные законы? Что грозит за то, за это, как нужно себя вести и так далее. Но ребята отнеслись очень ко всему серьезно. Они, видимо, созвонились с пресс-службы. Сегодня выходной. Им прислали ответы. Они их распечатали. И чувак, который сейчас с нами будет говорить, он очень нервничает. И чтобы не сказать вообще ни слова лишнего, ему распечатали его ответы. И сейчас переводчик будет держать. И мы будем делать вид, что это непринужденная беседа. Следующий этап. Начальство должно подтвердить, нормально ли он выглядит по сравнению со мной. Я стою просто как такой оболтус-турист. Человек каждую пуговицу отполировал. Потому что, черт, лицо пхукетской полиции. Все серьезно. Мой первый вопрос – какова ситуация с преступностью сейчас на Пукете? Да, здравствуйте. Когда была эпидемия COVID-19, которая снизилась, мы были готовы оказать заботу о туристах. Все-таки полицейские профессионалы применяют такие технологии, как проверка условий движения для устранения пробок на больших перекрестках, на которых много машин. Также используются камеры CCTV от всех государственных учреждений, а также от частного сектора, подключенные к управлению единого центра, охватывающей территории, что позволяет предотвращать преступления или проводить расследования по фактам совершения преступлений. А также иметь возможность осматривать затопленные территории, ожидающие слива. Там, где автомобили не могут проехать для того, чтобы повестить водителей о ситуации на дороге. Что туристы могут делать не так? Для туристов. Хочу сообщить приезжающим на отдых, прибывающим впервые в провинцию Пхукет отдыхать в Таиланде, соблюдайте правила дорожного движения. Например, в случае вождения мотоцикла пристегивайте шлем как водитель, так и пассажир. И в случае вождения мотоцикла или автомобиля необходимо иметь водительские права и не превышать скорость, свыше установленной законом. Если возникнет проблема или потребуется помощь, у нас есть туристическая полиция, которая обслуживает туристов, позвонив по номеру экстренной помощи, 1155. Работает 24 часа в сутки. Это значит, что мы готовы обслуживать и приветствовать туристов, приезжающих в путешествие по провинции Пхукет. Спасибо. Ну а вы думали как, а Юрий Дучель по-другому работает? Точно так же. Обычно граждане России приезжали на Пхукет на зимовку. Так происходило на протяжении многих лет, пока не остановились международные перелеты из-за коронавируса. Попасть в Таиланд можно было только при наличии специальной долгосрочной визы. Ситуация изменилась в декабре 2021 года. Тогда, по данным Пхукет Иммигрейшн, на остров прибыло более 17 тысяч россиян. Но после событий февраля 2022 года и отмены прямого сообщения с Россией, турпоток снова упал до минимальных показателей. В конце октября, после переговоров между нашими странами, первый самолет с русскими туристами на борту приземлился в аэропорту Пхукета. На момент записи этого ролика самолеты летают на тропический остров из Москвы, Иркутска и Владивостока. А тайская сторона планирует этой зимой вернуться к тем же показателям по российским туристам, что и в доковидные времена. Наш герой Денис прилетел на Пхукет еще до коронавируса и ограничений на полеты. Раньше он жил на Бали. Кстати, я уже снимал ролик о том, как живут русские там. А теперь Денис перебрался в Таиланд. Я поговорил с ним о том, почему Пхукет оказался более привлекательным. Ты переехал сюда с Бали и сейчас ты на Пхукете. Расскажи, в чем разница? Я приехал сюда с Бали на неделю и застрял. Приехал с рюкзаком в шортах отдохнуть на неделю и случился ковид. Я застрял. В чем разница? Кардинальное отличие, конечно, в энергетике и в людях. Интересно. Там это что-то про духовность. Там я бросил есть мясо, там я начал медитировать, делать практики, знакомиться с людьми не от мира сего, скажем так. Здесь работа, деньги, тусовка. Наверное, больше про какую-то алкашку даже, я бы сказал. Больше про какие-то случайные знакомства и связи. Вот это вот Пхукет. Он более такой материальный, более приземленный. В Бали более духовный, более отлетял, так сказать. Я, кстати, обратил внимание по картинке. Если на Бали люди ездят без шлема на своих мотороллерах в состоянии там алкогольного, наркотического опьянения, потому что думают, что на всю волю духов у них там карма и их там обязательно эти духи спасут. Но обычно так ездят до первого там грузовика, в который они влетают. И до первого там красного света, потом их там собирают по больнице. То здесь люди действительно более материально. Они ездят аккуратнее, соблюдают ПДД и не забывают о защите. Так и есть. Какие еще отличия? Конечно, трафик. На Бали передвигаться невозможно было тогда. Это какой? 18-19 год. Те ребят, с которыми общаемся, они, конечно, в шоке. То есть можно ехать 5 километров в несколько часов. Здесь с этим намного легче и интереснее. Здесь все-таки инфраструктура в этом плане более развита. Ты сел на машину, поехал. Хотя сейчас уже по сравнению с ковидом чувствуется большой наплыв туристов. И те расстояния, которые ты проезжал за 15-20 минут, тут уже можно ехать до часу. Но все равно это несравнимо комфортнее. Особенно, если ты передвигаешься на машине. Зелень, природа на Бали мне нравится больше. В Бали, конечно, космический Убуд или Север Сингараджи. Даже зеленый цвет зеленее на Бали, чем здесь на Пхукете. Русские приезжают на Пхукет не только за красивыми видами. Многие ведут здесь бизнес. Экономика Таиланда вторая по величине в Юго-Восточной Азии после Индонезии. Расскажи, как на Пхукете зарегистрировать, вести свой бизнес с точки зрения местной бюрократии. Все вполне осуществимо. От трех месяцев до полугода все разрешительные документы. Можно ускорить все эти процессы, но это будет стоить еще энную сумму денег. Сам ты легально работаешь, но у тебя должен быть тайский персонал. То есть на одного директора у тебя должно быть четыре тайца оформлено. Обязательно ты за них платишь налоги. Ты говоришь, четыре тайца надо нанять на одного директора или на каждого сотрудника должно быть по четыре тайца? На одного директора четыре тайца. А с обычными сотрудниками? То есть у тебя что-то есть? Менеджер, секретарь? Они могут быть русские? У меня тайцы. У тебя все тайцы. И как тайцы в плане работы? Тяжело. Вот на ключевые должности год искал человека, которого можно доверить. Потому что у тайцев тут сабай-сабай. Я не знаю, с чем это связано. Я давно об этом задумался. Может потому что еда у них всегда доступна. Может потому что зимы у них нет. Не надо думать о том, что может быть холодно. Надо делать какие-то запасы. У них всегда сабай. Муравей и стрекоза. Не учат они эту басню, потому что нет зимы. Нет зимы, да. Нет зимы и у них даже в алфавите, не в алфавите, а в лексиконе нет слова такого, как голод. Потому что у них голод в принципе невозможен. Продукты растут на деревьях и ты даже если не работаешь, ты с голоду не пропадешь. Если тебе нужны люди, которые реально будут работать, то это берманцы. Сколько зарплаты здесь? 12 тысяч бат, минимальная зарплата в месяц, да. А реально? Сколько они хотят? 20, 25, 35, смотря какая должность. Что есть с налогами? Налоги платим. Понятно, что платят. Насколько они большие? Если свыше 2 миллионов ты оборот проводишь, то платишь 7% с этого. Аудит фи в месяц в год в год еще 500 долларов. И содержание компании от 150 долларов в месяц. Слушай, а русские, которые сюда приезжают, они какой-то бизнес делают или здесь все просто зарабатывают где-то в других местах, а здесь просто живут? Ну, если это фрилансеры, те, кто приезжают сюда на сезон, такие как фотографы, видеографы, те, кто интервью берут, они, конечно, без документов работают здесь и сейчас. Но велика вероятность того, что могут устроить облаву, да, вот я не раз это слышал, когда и на виллы там врывались, и на пляже ловили фотографов, которые работают без документов. Те, кто, конечно, хотят уже зарабатывать реально большие деньги, да, работать с объемом, делают документы. Оно того стоит. На Бали периодически случаются всякие темы, что наши люди туда приезжают, они там как-то косячат, их оттуда депортируют. Что нельзя делать здесь, на Пхукете, чтобы не было проблем с полицией, чтобы тебя отсюда не выгнали? На что тайцы обижаются прямо? Конфликтовать с ними ни в коем случае нельзя, их это страна, и они всегда будут правы, то есть никакого, ни в коем случае рукоприкладства, никаких драк, никаких, потому что можно очень большие проблемы получить, тюрьма и депортация. На дороге слышал ситуации, что есть сознательные тайцы, и даже если не прав тайц, а прав ты, что они все равно становятся на твою сторону. Вот были такие вот ситуации у меня у знакомых. И из последних какой-то иностранец сфотографировался с рыбой, которую словил там возле кораллов, и выложил в это инстаграм, и подняли шум. И в итоге его нашли и депортировали. Сколько стоит это вилла? Ну, у меня специальная цена, так как я уже живу тут 3 года и холодно. Ну, сейчас и сверху. Сейчас 120 тысяч бат в месяц. Две спальни, бассейн. С бассейном, со своей парковкой, с залом, с уборкой раз в неделю, бассейн чистят каждый день, ну и плюс охрана. Это считается такое хорошее... Это нормальная вилла, нормальная, да. Хорошие, там уже до 250 и выше, обычно район Бантао. Слушай, а что с криптой? Насколько здесь вообще эта тема распространена, насколько она легальная? Есть обменки, есть обменки. Так же, как в Индонезии, потому что в Индонезии у них есть несколько бирж, и в Индонезии, то есть на Бали, она легальная. Я так понимаю, если ты можешь заводить через местные Индонезийские биржи, и сразу на банковский счет все это дело выводить. Да, также есть тайская биржа, называется BitCube. Ты проходишь регистрацию, предоставляешь много документов, и буквально через 2-3 месяца ты регистрируешься на бирже, привязываешь местную карту тайскую к бирже, и можешь заводить деньги в течение 5 секунд. А с обменкой, с выводом также никаких проблем. Что в плане безопасности? Если, опять же, мы сравниваем с Бали, там безопасность 20%, тут 99%. Потому что там я был, можно сказать, жертвой этой преступности, у меня и виллу обносили. Причем вилла как бы охраняемая была, и хозяин виллы это бывший полицейский, но все равно вынесли компьютер. У меня с виллы там украли деньги, от многих ребят слышал такие же истории, плюс там сбивают с байков. То есть ты когда едешь в одну сторону, тебе идут на встречку, и ты знаешь, как туристы, обычно они с телефонами смотрят локацию, вырывают телефон на встречке. Хорошо, если просто уезжают, бывают такие ситуации, что сталкивают, прям ногой сталкивают, и в канаву ободранные, переломанные. Здесь такого нет вообще. В марте 22 года около 7 тысяч человек из России застряли в аэропортах Таиланда. Их рейсы отменили, а карточки перестали работать. Тогда русские, живущие в Таиланде, объединились в волонтерское сообщество и помогали людям в аэропортах всем необходимым. Но были и такие, кто наоборот в это время уехал из России в Таиланд. Расскажи, как ты здесь оказалась. Я вообще 24 февраля была в планах приобретать квартиру в Калининграде, а сама я родом из Якутска. И как-то так пришлось все сворачивать. Первым делом, куда я смогла уехать, это был Казахстан. И мы с сыном приезжаем в Астану, целыми днями с ним вдвоем. Жилья нормального нет, потому что уже какой-то такой вот наплыв. Пошла, посмотрела, подумала, прикинула, все взвесила. Решила поискать еще другие места. Поехала в Стамбул. Тоже как-то вот не подошло мне прям для того, чтобы на ближайшее время оставаться. И как-то так вот, в общем, у меня подруга переехала в Таиланд. Сразу скажу, я не планировала. Таиланд вообще в мои планы не входил вот так вот, чтобы там сына отдать в школу. Какой-то долгосрочный контракт на жилье. Ну, в итоге приехала и все. Как надолго, пока у тебя планы здесь? Вот слово планы, это то самое слово, которое я, наверное, решила как-то вообще минимально использовать в своей речи. И даже думать о том, что я что-то планирую. Ну, вот в какой-то такой... Ну, сейчас ты уже сколько здесь находишься? В краткосрочной перспективе, но сейчас уже почти полгода. Чем отличается жизнь здесь от отдыха? То есть вот у тебя был отдых, ты приезжал отдыхать и приехала жить. В чем разница? Питание меняется. А если сравнить цены с российскими? Явно выигрышнее в плане овощей, зелени. Здесь вообще невероятное количество зелени. Фрукты. Фруктов просто тоже все прям суперполезные. Мясо, наверное, так же. Ну, здесь оно какое, в принципе, мясо вообще на рынке теперь покупаю. В целом, ну, дешевле. Но здесь даже вопрос не того, что это дешевле, это явно качество. В плане каких-то там развлечений? Ну что, здесь есть куча фитнес-залов. Здесь есть куча классных кафешек, рестораны. Хочешь там простые кафешки вообще уличные вот эти, хочешь макашницы. В общем, здесь есть все. Клубная жизнь, по всей видимости, но я пока еще не посещала. Какие здесь взаимоотношения у тебя с властями? Ты как-то отдала ребенка в школу. Как все это происходит? Какая у тебя виза и как вот вся бюрократия здесь устроена? Бюрократия, ну, она довольно четкая и жесткая. Это обязательно должна быть какая-то виза. Когда обосновалась здесь, я оформила студенческую визу, когда ты в языковую школу ходишь. Учишь тайский язык? Нет, там на выбор, там может быть тайский, может быть английский. Можно через школу. То есть, если ты отдаешь ребенка в школу, то как опекун один из родителей получает визу. Если двое детей, соответственно, двое родителей тоже получают. А чтобы отдать в школу, что нужно? Ничего не надо. В среднем где-то, наверное, порядка 300 тысяч в общем за год. Недешево. Ну, как бы, да. Многие приезжают и они, допустим, на онлайновом образовании находятся. Какая-нибудь, допустим, онлайн школа, которая по российской системе преподает. Папов и голос. И все, и они просто живут. Какие-то неприятные у тебя впечатления, опыт, что было, инциденты. Знаешь, вообще, в принципе, на удивление ничего такого не было. Никто нам не поверит. Подожди, нам никто не поверит. Да я серьезно говорю. Вообще, в целом, в Таиланде, что классно, ты их не трогаешь. И они тебя не трогают. То есть живешь по правилам, ездишь нормально. Поздороваться, попрощаться, сказать спасибо по-тайски можешь. Улыбаешься, ну, как бы и прекрасно. Это у нас, кстати, традиционная тайская лодка. Они такие повсюду. И в Бангкоке, и здесь. Отличается тем, что здесь двигатель открыт. Навсюду какие-то масла, бензин, другие жидкости выливаются. Рядом чувак курит. И на таком длинном шесте, собственно, винт. И это позволяет, собственно, регулировать лодку более маневренно. И в зависимости от глубины реки, ручья, где она ходит, можно выше-ниже все это дело опускать. В данном случае катать нас на этой лодке. Вообще, это обычно такая рыбацкая лодочка. Алена приехала на Пхукет с семилетним сыном. Сейчас он ходит в международную школу. По словам Алены, все одноклассники ее сына из России. Несмотря на то, что преподавание идет на английском языке, общение происходит все-таки на русском. Ну что, Никита, как тебе школа? Нормально. Нормально? Так, на каком языке преподают? Эм, на русском. Так, смотри, видишь, мама нас обманула. Давай, рассказывай честно, смотри, на маму не смотри. На каком языке преподают? Англинском. Так, уже новая версия. Ты же говорил, что на русском. Англинский. На английском. А, на английском и на русском. Так, и ты как английский? Нормально? Ну да. Подучил? Ну чуть-чуть. А ребята в классе откуда? Эм, мои ребята, Платон, он кстати в первом классе, я тоже в первом классе. Сколько человек у вас в классе? Я вспомнил, что их там 10 теперь уже теперь. А ты с кем-то уже подружился? Ну да, с один Платон. Платон, Платон нормальный? Да, Платон. Судя по имени, из приличной семьи. Ты правильно умеешь выбирать друзей. Как тебе Таиланд? Ну, нормально, я тут был маленьким тогда-то был. Угу, угу. Что тебе не нравится в Таиланде? Мне не нравится в Таиланде. Давай, я загибаю пальцы. Вара не учится. А, это твоя подруга, ты не учишься? Она чуть-чуть не учится, а потом учится чуть-чуть. Угу. Так, что еще не нравится? Один есть пункт. Мне не нравится, пока меня Антон, а то злит уже. Так, Антон надоел. Так, давай еще. Так, ну теперь Антон дружит с Платоном. Антон с Платоном. Да. Вообще страна тебе нравится? Там пальмы, море, вот обезьяны злые. Ну, нравится. Злые обезьяны мне вообще не нравятся. А по снегу не скучаешь? Да, конечно, скучаю. То есть со снегом-то получше будет, да? Какая-то минус 50. Ну да. Сейчас Пхукет активно застраивается не только отелями, но и жилыми комплексами. Все проекты компании Intermark Real Estate и Пхукет 9 можно посмотреть на сайте или в Telegram канале. Среди объектов строительной компании есть виллы, где два года назад открыли небольшую международную частную школу на 100 детей. Всего на самом деле 9 классов здесь, в смысле классных помещений. Все небольшое. Здесь у нас относительно маленькая группа занимается. Привет. Основная программа на английском языке. Директор школы Настаси, она из Южной Африки. Но фишка в том, что есть русская программа. Она занимает примерно 20-25% от общего учебного процесса. Это какие предметы? Прежде всего это русский язык, математика, литература и природоведение. География, вот не природоведение, а география. Виктор, приветствую. Здравствуйте. Здрасте, дети. Раз мы здесь пришли, это король. Да, это нынешний король Таиланда, это его супруга. Так как мы зарегистрированы в учебное заведение, обязательно на стене должно быть изображение как монарха. То есть это прямо регламентируется, что должно быть в золотой раме? В процессе получения лицензии обязательно, да. Также у нас есть спортивная площадка для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, даже большим теннисом. И плюс еще плавание. Профессиональный педагог учит их, и после этого из воды их достать очень-очень сложно. Еще мы очень много внимания уделяем творческому воспитанию, поэтому особое внимание мы уделяем и музыке. Это единственная такого класса профессиональная музыкальная студия на Пукете, где дети создают свои группы, учатся играть на ударных инструментах, на гитаре, на бас-гитаре, а также заниматься музыкальным продакшеном на студийном уровне. Мы начали занятия в прошлом году, 1 сентября 2021 года. Сначала школа располагалась в небольшом доме, а уже потом нам построили отдельное здание. Мы переехали в него 25 октября прошлого года. Когда мы начинали, у нас было где-то 25 учеников, и чуть более чем за год их число выросло до 78. Да. Начинающие, даже если они никогда раньше не изучали английский, все равно могут учиться в нашей школе. У нас есть специальная программа для них – ИПА, интенсивная программа английского. А для продолжающих у нас есть кембриджская программа. До трех часов дня у нас идет исключительно учебная программа. А после трех дети занимаются в различных клубах по интересам. У нас много разных кружков, куда родители могут записать своих детей. Там они занимаются с трех до пяти. Если я правильно понял, большинство ваших учеников – это русскоговорящие дети. Да, 99% учеников русскоговорящие. При том, что всего у нас 78 учеников. Из них только трое или четверо – из Австралии, Франции и Таиланда. Хорошо, когда в группе есть хотя бы один ученик из другой страны, потому что это заставляет русских детей говорить по-английски. В классе и на переменах. Так они быстрее привыкают к английскому языку. Но, конечно, тот факт, что большинство класса русские позитивно влияет на учеников, ведь они чувствуют себя более комфортно среди таких же детей, как они. Среди наших учителей есть и американцы, и англичане, и южноафриканцы. Есть учителя из России, Украины, из Казахстана, с Филиппин, из Таиланда. У нас работают учителя со всего мира. Могу отметить, что все русские дети, которые к нам приходят, очень хорошо разбираются в математике. Мы начинаем заниматься и видим, что в математике они сильно опережают своих сверстников, детей из других стран. Очевидно, что математику в России преподают очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, где мы находимся? Мы находимся в Равайе, в 300 метрах от моря. Первая фаза вилл в этом поселке была построена у нашей компании еще в 2015 году. Каждый год мы добавляем, добавляем, добавляем сюда еще вилл. И сейчас мы идем по новой фазе. Это еще 18 вилл. Если раньше наши виллы работали в таком сегменте краткосрочной аренды, в свете последних событий мы стали всерьез задумываться о том, как работать в сегменте долгосрочной аренды, то есть на постоянное проживание. Это самая маленькая вилла в этом поселке. 160 квадратных метров вилла с двумя спальными комнатами. То есть большая гостиная, две спальни, площадь жилая сколько? Общая 160 это жилая. Это без этого дворика с бассейна? Да, это без этого дворика. Кухня, вы сдаете полностью с отделкой, но без мебели? Совсем вместе, все что есть. С мебелью, то есть прямо вот в такую виллу я заезжаю? Да. Фрукты, единственное, это искусственные и у тебя будут настоящие. Фрукты не настоящие. Сколько стоит эта вилла? На старте продаж мы продавали их, стартовали с 270 тысяч долларов. Последняя вилла здесь такого типа была продана за 350. То есть вот именно такая вилла 350 тысяч долларов. Я получаю и живу. Все абсолютно включено. Сколько стоит обслуживание вот этой вот виллы? Смотри, обслуживание, если ты сдаешь, допустим, как инвестор, покупаешь эту виллу у нас и просто отдаешь нам... То нисколько, это понятно. Это нисколько, да. Если я ее купил и вот живу здесь. Мы берем плату за пользование всей инфраструктурой. Это 4,5 тысячи бат в месяц. Это оплата охраны, видеонаблюдения, вот всего. Сюда добавляем 100 долларов. Это садовник и бассейн. И остальное, это коммунальные платежи по счетчику. В среднем семья из трех человек. Чек на коммунальные платежи в районе 4 тысяч бат выходит. Если я покупаю эту виллу и сдаю ее через вас, какая доходность у вас гарантированная? Конкретно по этой фазе поселков фиксированная доходность мы предлагаем, это 6% годовых от стоимости. То есть от 350 тысяч долларов это 6% ежегодно собственник получает на свой банковский счет. У него есть так называемый owner stay, период, когда собственник может приезжать и без влияния на эту доходность проживать. Как правило, высокий сезон это 2 недели, либо 30 дней в низкий сезон. Это если мы говорим о программе с фиксированной доходностью. Также у нас есть программа, которая называется rental pool. Когда мы валовую выручку просто делим с собственником, и собственник может приезжать и 2 месяца прожить. То есть я могу жить сколько угодно, а когда я не живу, вы сами ищите. Мы сдаем, да. Мы сдаем, это дает больше свободы. Поселок Равай находится в 300 метрах от набережной и занимает 45 тысяч квадратных метров. Здесь уже есть 42 виллы, международная частная школа, медицинская клиника и детский развлекательный парк. А скоро появится еще и природный парк внутри поселка, два кондоминиума, торговый павильон и гипермаркет. Вот парк, парковая зона, вот оттуда язык, вот так вот, короче, вот это вот все. Включая парковку, парковки не будет, это временно. Вот медицинская клиника, наше омоложение тоже. Слушай, нельзя мне чуть омолодиться сейчас быстро? Болит? Нет. Не болит, душа болит. Душа болит. Душа болит. Ты и так молот и горячий. Одно из самых популярных мест для семейного отдыха и проживания, это район Корон. Сейчас он тоже активно застраивается. Собственно, это такие два корпуса. Да, на горе. Фишка проекта, одна самая главная, это вид на море со всех квартир. Но на сегодняшний день могу сказать, что корпуса уже не два, их три. Вот, ну модель еще старая, здесь будет еще один. И если здесь квартиры, это преимущественно инвестиционные вещи, то есть студии, небольшие двухспальные квартиры, то третий корпус уже ориентирован на релокацию и на постоянное призывание. Там площади от 60 до 140 квадратных метров. Ну и пешая доступность до пляжа, это очень важно. Сколько до пляжа? 650 метров. Ну это 650 метров такие, не европейские, а тайские, то есть ты идешь среди машин. Рядом находится светофор, который работает и который позволяет тебе нормально, комфортно перейти дорогу. И далее идет прямая улица уже до пляжа. Это реальные 650 метров, это пешая доступность, это не трекинговая доступность, ты знаешь, корпус находится в трекинговой доступности, нет. Первое здание, которое сейчас здесь строится, оно будет самое такое, да? Классное. Да, да, все верно. Расскажи про этих ребят, это все строят тайцы. Тайцы и сотрудники из Бирмы тоже есть. Кто лучше работает, тайцы или как бирманцы? Руководят лучше тайцы, производительность труда у бирманцев выше. Какая зарплата у строителя? Средняя зарплата в районе 20 тысяч бат. Это считается хорошей вообще работой? Конечно, да. Когда сдача? Декабрь 2023 года мы сдадим два здания. Ну вот мы начали вот эту интересную тему, про гарантии. Какие гарантии, что этот объект достроится? Смотри, ну первая гарантия, это юридически заверенный составленный договор купли-продажи на квартиру, который подписывается в тот момент, когда покупатель перечисляет деньги. И в принципе в Таиланде это является достаточно весовым основанием, которое защищает инвестор, покупателя на тот случай, если застройщик вдруг испарился или что-то с ним случилось. Для Таиланда очень важно это сохранение притока иностранных инвестиций. В этом случае на самом высоком уровне эти инвестиции стараются защищать. И если случаются какие-то острые неприятные моменты со стройками, они случаются здесь, как и везде. Система судебная и правовая встает, конечно, в сторону покупателя, и деньги застройщик возвращает. Это если есть что возвращать. Да, это если есть что возвращать. И отсюда следует пункт второй. Конечно же, я рекомендую рассматривать застройщика через призму его опыта работы, срока его работы, количество введенных в эксплуатацию объектов и оценка качества самих объектов, которые действуют. Потому что можно построить и 50 объектов, и они все будут заросшие, страшные и никому не нужны. А есть реально активы, которые работают и приносят доход и застройщику, и собственно покупателю. Окей, кто покупает здесь квартиры и зачем? Конкретно в этом комплексе, в этих зданиях, которые ты видел на модели, это инвесторы, которые хотят получать ежегодную доходность от сдачи в аренду. Вы 6 гарантируете? В квартирах мы гарантируем 7. 7 процентов, то есть вне зависимости от заполняемости. День сдается, она не сдается, что там происходит, то есть я покупаю квартиру и получаю 7 процентов. Все верно, совершенно так. Я же могу теоретически сам это сдавать или нет? Конечно. Через Airbnb сдавать? Вообще можно только в тех комплексах, которые имеют отельную лицензию, это очень важно. Здесь есть отельная лицензия? Да, пока здесь еще только стройка, естественно, но где живешь и сейчас ты, там отельная лицензия есть, и поэтому можно делать как посрочную аренду. Что по ценам? Здесь от 120 тысяч долларов за студию до 200, это двухспальные квартиры. В принципе, это такая средняя по больнице цена для Пукета, но с видом на море на Пукете проектов очень мало, поэтому это, конечно, его уникальная, по-настоящему уникальная фишка. Как изменится цена квартиры, когда дом будет сдан? Здесь она уже фактически не изменится, она еще вырастет где-то за этот год максимум на 5%. А, то есть, даже несмотря на то, что я сейчас покупаю квартиру, которая еще не построена, она особо не вырастет? Нет, она уже выросла, потому что с момента пресейла, когда еще вообще ничего не было, здесь были джунгли, мы продавали эти квартиры на 30% дешевле. Пойдем посмотрим, как выглядит квартира, у меня есть шоу-рум, и можно посмотреть, как будет выглядеть квартира, когда ее достроят. Общая площадь у нас получается 51 квадратный метр. У нас тут маленькая-маленькая кухня. Маленький холодильник, потому что краткосрочная аренда. Предполагается, что люди будут есть в каких-то кафе-ресторанах. Мы приехали на Пукет и будем пить вино. Две спальни. Один санузел с двумя входами. Ну да, такой маленький гостиничный номер. Ну то есть с семьей можно так вот жить. Так, ладно, расскажи мне, мы сейчас идем по дороге. По дороге, потому что нет тротуаров. Совершенно верно. Как тайцы живут без тротуаров? Это же как-то неправильно. Начиная от самого юного возраста тайцы уже начинают передвигаться на каком-то транспорте. В частности, на двухколесном. Я думаю, ты скажешь, те, кто не привык, они просто не выживают. Офигеть, смотри, детей везут в металлической. Это, кстати, очень интересная конструкция. Они делают самодельные из обычного мопеда. Они делают такой широкий мотоцикл. То есть коляску приваривают из какой-то арматуры. Там просто плоский пол. На этом полу там просто играют дети в какой-то коврик. У них такая обычная... Они как в гостиной там находятся. А в этот момент там мамаша просто куда-то херачит на этом мопеде. Это раз. Также бывают передвижные кафе и рестораны с газовым баллоном и плиткой, где на ходу люди готовят. Давай, Сережа, иди, не важно. Давай на дорогу выходи. На Сереже переживаю очень. То есть это самый русский район Пхукета. Русский туристический район Пхукета, да. Наши сотрудники могут говорить по-русски. Но не хотят. Ну как где-нибудь в Анапе, как идешь к пляжу. Да, но сейчас увидишь разницу. Здесь нельзя ничего застраивать на самом пляже вообще. То есть пляж будет чистый. Пляж будет чистый. Более того, в Таиланде нельзя покупать пляжную землю, собственность какую-либо. Вся она принадлежит государству, королевству. И самое важное, доступ на пляж должен быть у всех желающих. То есть его нельзя ограничивать, перекрывать. То есть частных пляжей нет? Нет. Есть пляжи у отелей, как заявляют отели, там, мы со своим пляжем. Но это не значит, что этот пляж принадлежит отелю. И вот он знаменитый пляж Корон. Еще его фишка, так как ты заметил, гулять здесь пешком особо негде. Очень вечером после заката на закате люди любят с одного конца в другое туда-сюда прохаживаться. Но, как мы видим, сейчас пляж начинает густо заселяться уже людьми, и это радует. Кстати, нет волн, волны пропали. С мая по октябрь где-то с этой стороны Андаманского моря идет очень сильная волна. И купаться здесь некомфортно. Но сейчас уже нет. Друзья, теперь небольшая рекламная сейчас будет вставочка. Потому что я приехал на Пхукет по приглашению замечательной компании Пхукет 9, которая занимается здесь стройкой. Кстати, что это такое? Это комплекс, который называется Викота. Сейчас там живет Илья Варламов. Я реально живу где-то вот там. Большой комплекс на 406 номеров. Находится 500 метров от пляжа Кота. Но этот комплекс полностью продан и уже, в принципе, работает под отельной группой нашей, которая им управляет. И приносит доход. Есть некоторые сложности у инвесторов, которые приобретают недвижимость в Таиланде. Потому что Таиланд, мягко говоря, не близко находится с Россией. И чаще нарушаются коммуникации. Если какие-то сложные ситуации возникли, приехать в офис и сказать здрасте. Как так? Что там происходит? И в свете случившегося в России в этом году еще и возникли сложности с оплатой, с переводой денег. То есть покупки непосредственно сделок, проведения сделок в Таиланде. Большая удача для нас была в том, что в марте этого года мы начали эксклюзивное партнерство с компанией международная, которая раньше называлась Savills. А после введения в Россию вот этих всех плашек, да, они переименовались компанией Intermark. Кстати, чтобы купить недвижимость в Таиланде, совсем не обязательно сюда прилетать. Это можно сделать в Москве в офисе компании Intermark Real Estate, которая работает с 1993 года. У нее 700 офисов в 70 странах, в том числе в странах Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки. Intermark Real Estate выступает в России в качестве официального представителя компании Phuket 9, который занимается строительством и управлением объектами жилой недвижимости. Phuket 9 строит на острове апартаменты, отели и виллы. Intermark Real Estate помогает своим клиентам не только купить или арендовать недвижимость, но и инвестировать в проекты по всему миру для получения дохода, оформления ВНЖ и ПМЖ и зарубежного гражданства. Узнать обо всех направлениях компании Intermark Real Estate можно в их телеграм-канале. Здравствуйте, я Фрейзер Лоусон, один из основателей Intermark Real Estate. Агентство Intermark было основано в Москве в 1993 году для предоставления услуг в сфере элитной недвижимости российским и иностранным клиентам. На протяжении более чем 16 лет нас знали как Savills Russia. Но в начале этого года у нас появилась возможность построить новый бизнес и соединить наш колоссальный опыт и знания международного рынка, чтобы предоставить нашим клиентам высококачественные услуги в сфере зарубежной недвижимости. Я рад сообщить вам, что на сегодняшний день Intermark Real Estate считается лидером по качеству работы с клиентами. Наша сеть, представленная более чем в 70 странах, обеспечит вам и вашей семье полное понимание того, что значит владеть недвижимостью за рубежом. Достаточно много миграционных программ есть в мире, порядка 15 программ инвестиционного гражданства, но после 24 февраля не все они доступны россиянам. Для россиян сейчас доступны 4 страны. Это Турция, Гренада, Вануату и Черногория. Это для получения паспорта через инвестиции. Ну и доступны практически все типы ВНЖ в разных странах, как в европейских, так и Ближнего Востока и Азии. В некоторых странах за рубежом можно оплачивать недвижимость за рубли. Как правило, финансовый менеджер-девелопера, на примере, допустим, в Хукет-9, Таиланда, когда финансовый менеджер-девелопера может принимать платежи здесь, в Москве, у нас в офисе, принимать их в рублях, это очень удобно. Естественно, сразу даются все документы, подтверждающие проведение платежа. Однако, такая опция доступна не во всех странах. Безусловно, есть некоторые страны СНГ, где переводы принимают в рублях, которые конвертируются потом на внутреннем счете самого инвестора, самого будущего владельца недвижимости и впоследствии уже оплачиваются валюты. Каждый случай индивидуален и как раз наша компетенция, наша актуальнейшая практика именно в тех сложных условиях, которые вот сейчас сложились, она позволяет, в том числе, сделать максимально комфортную и безопасную транзакцию финансовую для каждого нашего клиента. Если говорить о сложности приобретения недвижимости без посещения Таиланда, то на сегодняшний день мы постарались максимально упростить данную процедуру. Она может длиться от 4 дней до месяца в зависимости от той скорости, которая вам необходима. То есть с момента подбора данной недвижимости до момента оплаты может проходить буквально день. На сегодняшний день мы рекомендуем приобретение инвестиционной недвижимости в новостройках. Это самый простой вариант. И если это первичная недвижимость, то просмотр не имеет под собой большого смысла, так как это строительство. Здесь мы уже закладываем необходимость комплайнса, который мы проводим самостоятельно. И основываясь на этих факторах стоит выбирать недвижимость, а не на фактах просмотра, как это более актуально для вторичного рынка. Стоит отметить, что получение гражданства невозможно на сегодняшний день. Все, на что могут рассчитывать наши инвесторы, а также люди, которые прибывают в Таиланд, это виза разного характера и продолжительности. Мы наших клиентов в случае необходимости интересуем по данному продукту. Но вид на жительство в Таиланде не имеет под собой большого смысла, так как в Таиланде запрещено двойное гражданство. Во-первых, это достаточно сложная процедура, и она не несет никаких интересов для наших клиентов. Есть другие программы, которые более востребованы и актуальны на сегодняшний день. За последний год действительно прибавилось интереса к Азии. Это связано с тем, что в Азии был только один кризис, который действительно сильно затронул экономику, и на сегодняшний день правительство практически всех азиатских стран купировало эти проблемы. И Азия у нас на сегодняшний день является такой тихой гаванью для сбережения средств, для релокации, для жизни. Действительно много экспатов. Есть некоторый бум, но я думаю, что он не столько связан с самой Азией. Она всегда в целом была интересна. Просто, возможно, на сегодняшний день она раскрыла себя больше, участвовая, что преодолела экономический кризис, который был. Компания Phuket 9 – один из самых надежных застройщиков на сегодняшний день, которые есть на острове Phuket. Они существуют уже более 20 лет и строят и управляют своими объектами недвижимости. Соответственно, на сегодняшний день у нас заключен эксклюзивный контракт, который позволяет клиентам не только приобретать данную недвижимость, но и иметь достаточно широкий спектр услуг по сервису, которые мы предоставляем. Это возможность приобретения, не выезжая из России. Это возможность посетить наш офис и очно познакомиться с проектами. И также, безусловно, это возможность сопровождения последующего полного в случае возникновения сложностей. И даже без их возникновения мы все равно остаемся с клиентом на связи до того момента, пока он не решит выйти из сделки и продать свой объект. В 16 веке экономика Phuket держалась на добыче олова, которая к началу 20 века утратила популярность на мировом рынке. Новый толчок развития экономики остров получил в 1903 году, когда около 30% территории было занято плантациями гевеей бразильской. Это растение, которое выступает в качестве основного источника натурального каучука. Сейчас кроме каучука существенный вклад в экономику острова вносит туризм, который начал активно развиваться в 70-х годах прошлого века. По словам президента Туристической ассоциации Phuket, в доковидный 19-й год остров посетило 10 миллионов туристов. Пхукет — это еще и излюбленное место дайверов. Сюда прилетают поплавать не только туристы из России. На Пхукете много дайверов из соседних с Таиландом стран, а также из Австралии. Конечно же, я не мог отказать себе в удовольствии и тоже решил нырнуть. Расскажи, когда ты приехал сюда. Если быть точным, 10 октября 2011 года я приехал сюда уже с целью жить и работать здесь. Почему Phuket? А, почему Phuket? Я первый раз сюда приехал туристом. Очень понравился сразу. Мне, что называется, повезло, наверное. Я попал еще в самый Новый год. Тайский праздник невероятно крутой, когда все обливаются водой и брызгаются. В общем, что называется, с первых минут сразу полюбил это место. А потом так получилось, что я сходил на дайвинг на Коралл-Айленд и понял, что это очень круто. И с тех пор ты здесь ныряешь, живешь и куда-то ездил, на Бали не пытался? Да, ездил. Чем Phuket от Бали отличается, по-твоему? А, да много чем. Дорогами, людьми, вообще другой вайп абсолютно. Природа, да вообще все, на самом деле все разное. Что не нравится? Сейчас уже не так, наверное, для меня все это стало, потому что у меня рабочая виза, компания, все. Наверное, мне не нравилось раньше то, что вот именно такой вот визовый режим. То, что нужно было все время отмечаться, продлевать какие-то визы, вот. Во всем остальном и дороги, и кухня, и люди очень отзывчивые, в общем, ну все. А как наши соотечественники здесь? Ой, наши соотечественники по-разному. Тайцы вообще угорают с наших, потому что наши все приезжают и все одевают, покупают белые вот эти распашонки, ходят, они называют белые братья, секта. А так, у меня много здесь друзей на острове, большое комьюнити, большое сообщество русских, очень много людей, как бы, и отношения у всех классные. Расскажи еще, что по дайвингу на Phuket и вообще в Азии? Лягушка хвалит свое болото. Ну, в общем, я считаю, что дайвинг на Phuket – это очень крутые дайв-сайты, очень крутое времяпрепровождение, очень классно провести свой отпуск и отдых, занимаясь дайвингом, потому что здесь есть что посмотреть. У нас очень много всевозможных программ, программы для новичков, тех, кто вообще никогда не пробовал и только хочет начать для опытных дайверов. Я нырял в Малайзии, я нырял на Сепадан, то есть много, не буду всех перечислять в Бирме, но есть реально что посмотреть, очень красиво. В России в основном все в Египет едут, потому что близко и дорого. Ну, это такая, да, я могу сказать, что это, наверное, такое немножко заблуждение, наверное, то, что Египет – это лучшее место для дайвинга, что это мека такая своего рода. Да, там круто, красиво, но у нас как бы места не менее красочные, и как я всегда говорю, что дайвинг в Египте – это как аквариум, а дайвинг в Таиланде – это всегда приключение. А по деньгам что сколько стоит? Программа для новичков стоит 115 долларов в час, в программе два погружения, ну а для опытных можно и три. То есть 115 долларов в час? Нет, 115 долларов – вся программа. А, вся программа. Вся программа. С арендой. С арендой чего? Оборудование. Да, конечно, с работы инструктора все. Вот если ты пришел, новичок, ты платишь 115 долларов, и у тебя все будет то, что я тебе рассказал. То есть маску, ласты дадут? Все будет. Трансфер тебе и питание, все, о чем я тебе сказал. Дайвинг – это та самая экскурсия, которая не зависит от погодных условий. То есть даже если чуть-чуть дождь там, то лучше, мне кажется, сходить на дайвинг и погрузиться, чем просидеть в отеле. Расскажи, куда мы сейчас едем. А сейчас мы отправляемся на, пожалуй, один из самых крутых дайв-сайтов в этой программе. Это остров Кодок Май, остров Цветок, если переводить с тайского. И это остров с пещерами. Первым сайтом у нас сегодня с вами будет замечательный остров Видонок, который входит в архипелаг Пхипхи и является самым южным островом во всем этом архипелаге. Да, понюхал. Веселящий. До. Выдов. Хороший дайвер, ленивый дайвер. Будешь быстро двигаться под водой, воздух закончится быстро. Место, куда мы с вами идем, место обитания черноперых, рифовых акул. Если нам повезет и мы сегодня их увидим, то я вам покажу вот такой сигнал. Это сигнал акула. Спасибо за просмотр! акулу видели акула вот такая была самая распространенная религия в таиланде буддизм ее исповедует 94 процента населения из-за соседства с мусульманской малайзии на пхукете эта цифра чуть ниже буддистов здесь 73 процента мусульман порядка 25 процентов на острове также представлена католическая церковь а в 2011 году открылся православный храм о религии в жизни тайцев я поговорил с преподавателем истории таиланда и тайского языка с пбгу михаилом игнатьевым тайцы религиозны по своей сути государственная религия хироревство таиланд это буддизм тхировады по таким усредненным оценкам более 90 процентов населения таиланда собственно говоря приверженцы буддизма буддисты трудно переоценить при этом разумеется роль буддизма как в культурной так и социальной духовной политической даже экономической жизни страны более того согласно конституции король должен быть буддистом и покровителем всех религий именно буддизм являлся такой если угодно духовность крепой связующим элементом между королевской властью и народом по сути тайский буддизм религиозный комплекс тайского буддизма есть сочетание исконных анимистических верований это вера в одухотворенность природы то что в каждом дереве живет в дух в каждом камне живет дух голове человека живет охранный дух с другой стороны это индуистские элементы брахманизма и наконец в то буддизм в его дхероватской контрактовке осмысление основных его принципов какие основные принципы буддизма от четыре благородных истин hasn't и он есть страдания есть причина страдания есть способ избавления от страдания и есть путь который ведет у этому избавлению. Так вот, последняя благородная истина, в которой упоминается путь, это, собственно говоря, восьмеричный путь. Благородный восьмеричный путь, в котором существует, значит, восемь шагов, восемь, как бы, постулатов, которым нужно следовать. Благородный восьмеричный путь — это, по сути, путь рабственного совершенствования. Это правильная речь, правильное воззрение, правильные мысли, отказ от прелюбодеяния, отказ от воровства, лжи, ну и так далее и тому подобное, от всех пороков. То есть, если вот так говорить общими словами, вот этот религиозный комплекс на практике, это встречается сплошь и рядом. То есть, вы увидите тайцев, которые поклоняются буддийским скульптурам, буддийским статуэткам, однако тут же они будут поклоняться фигуре Ганеши, буддийского, индуистского божества мудрости, или Шиве, или Вишну. Тайцы стараются сохранить своего защитного духа, который живет в голове. Ну, один из тысячи, его зовут Кхван, и чтобы удержать этого охранного духа, нужно делать ему подношение. То есть, все перемешано и переплетено до такой степени, что человеку незнакомому с этими реалиями приезжает в Сиам, в Таиланд. Скажется, что это вообще некое очень странное верование. А это на самом деле просто народный буддизм. Что объединяет многие формы буддизма, это, конечно, представление о том, что Будда, Шахимуни, это не творец, не демиун, иными словами. Будда это просто человек, который достиг, следуя восьмеричному пути, следуя нравственным заветам, нирваны, то есть избавления от страданий. Тайц никогда не дотронется до головы своего собеседника. Ну, особенно, конечно, если они там не в определенной обстановке, не формальной, но вообще-то не гоже дотрагиваться до головы, потому что в голове живет дух. Нельзя стричься по определенным меня. Это скорее мы бы определили, особенно ученые, определили бы как такие вот суеверия. Однако это вот тоже не вполне верно. Эти суеверия, они настолько вот глубокую основу в таком даже философском смысле обнаруживают, что тут нужно говорить именно о религиозном комплексе, о сочетании буддийских запретов и запретов, которые подсказывают анимистические такие традиции. Что касается праздников, здесь достаточно осмыслить концепцию трех драгоценностей буддийских, и сразу вы будете знакомы с тремя праздниками. Три драгоценности буддизма. Будда, дхарма, то есть учение, закон, и санха, буддийская монашеская община. Вот в Таиланде существует, празднуется регулярно, ежегодно, три праздника. Вот один называется Уйсадбуча. Это вот, собственно говоря, праздник, посвященный Будде. Это поклонение, день Будды, день его рождения, просветления и ухода в паренирвану. Следующий называется Асалхабуча. Это вот день, посвященный дхарме, то есть Будда, дхарма. День, когда Будда произнес первую свою проповедь в Оленьи рощи знаменитой. Вот этот праздник тоже очень важен для всех буддистов в Таиланде. И, наконец, остается последним. Это, собственно говоря, санха. Праздник называется Макхабуча. День, когда первые 1250 монахов по собственной, так сказать, воле пришли послушать речи Будды. Созерцательность и ориентация на индивидуальные духовные практики лежит в основе не только буддизма, но и тайского искусства. Первые художественные школы появились в Таиланде только в начале 20 века. Дело в том, что на протяжении многих веков у тайцев не было традиции рисовать на холсте. Они занимались только росписью храмов и монастырей. Все это наложило отпечаток на современное искусство Таиланда, где популярностью пользуются фантасмагорические сюжеты, абстракции и символизм. На Пхукете деревня художников. Название говорит само за себя. Я встретился с основателем этой деревни и узнал, как в ней живут люди и что она из себя представляет. Интересно было бы послушать об истории этого места. Мы здесь уже двенадцать лет. Двенадцать. Да. До этого здесь было что-то вроде ботанического сада. А потом мой коллега связался с хозяином этой земли. Нам очень повезло с этим местом. И затем мы начали строительство. Так постепенно здесь зарождалось сообщество художников. До того, как появилось это пространство, мы все жили в разных местах. Где-то четырнадцать лет назад. Уже тогда шли разговоры о том, что нам нужно какое-то общее место, где мы могли бы жить все вместе. И, к счастью, мы нашли это место. Получается, где-то двенадцать лет назад. Но все, что мы делаем, у нас получается очень медленно. Потому что мы сами всем занимаемся, и у нас нет какой-то поддержки. Мы вместе вкладываемся в строительство. Поэтому мы используем много переработанных материалов. Думаю, 50 или 60 процентов материалов здесь переработанные. Некоторые художники даже используют мусор с пляжа для своих скульптур. Художники, которые здесь работают, они в основном местные или иностранцы? Местные. В будущем мы бы хотели, чтобы здесь жили иностранные художники. Но пока только местные. Не все они родом из этой местности. Сюда приезжают из разных частей страны. Я, например, с севера. Мы переехали на Пукет, потому что в Таиланде мало возможностей что-то сделать. Ну, разве что в Бангкоке, Чиангмай и на Пукете. Потому что туристы приезжают в основном туда. Но когда мы переехали на Пукет 15 или 16 лет назад, здесь многие делали копии, а мы делаем оригинальные работы. Их сложнее продавать. Покажете? Конечно. Это работа Нирана. Художника зовут Ниран. Да. Когда я познакомился с ним, он жил в другой деревне, и там тоже было сообщество художников. Он организовал его с другом, как мы здесь. Он создает картины, используя переработанный мусор с пляжей. То есть он собирает предметы на пляже, а потом превращает их в искусство. Да. На пляже очень много мусора. А для нас это как рынок. Выбирай, что хочешь. Все это здание – это моя работа. Я коллекционировал объекты около трех лет. Я собирал древесину. Я строил это здание пять лет. Поэтому внутри оно выглядит вот так. А здесь благотворительные магазины. Такой своего рода секонд-хенд. Когда люди живут здесь какое-то время, у них накапливаются вещи. И когда приходит время уезжать, они могут оставить часть вещей здесь. Магазин продает их, а вырученные деньги идут на благотворительность. Каждую пятницу мы собираемся здесь. Мы называем это мероприятие «Хэппи Фрайдэй». Люди приходят отдохнуть, расслабиться, поесть, выпить. А дети могут побегать и поиграть. Мы часто приглашаем музыкантов. А здесь моя студия. Это ваши картины? Да, мои. Я работаю здесь. Но вообще мой дом находится недалеко отсюда. Там у меня больше места. У меня там повсюду краска. А здесь я выставляю свои работы. Вы сказали, что в Таиланде не так много мест для художников. Бангкок, Пукет и все. Почему именно Пукет? Мне кажется, что Пукет — это хорошее место для искусства. Здесь смотрят не столько на то, кто написал картину. Здесь скорее смотрят на саму суть работы. Важно произведение искусства, а не его творец. Картины говорят сами за себя. Вот почему лично я выбрал для себя Пукет. В Бангкоке, чтобы продать свои работы, нужно было устроить выставку. Тогда еще не было никаких соцсетей. Поэтому я бы сказал, что главный фактор — это продажа. Когда открываешь галерею, ты хочешь заработать на ней какие-то деньги, продавать картины. А еще мой родной город расположен недалеко от Пукета. Вот почему я выбрал Пукет. Надеюсь, вы поняли, что мы говорили. Да, очень интересно. Как вы могли убедиться, Пукет сейчас действительно самый главный русский остров в Таиланде. Пожалуй, это то редкое место, где всем все нравится. Конечно же, здесь много проблем с городским благоустройством, общественным транспортом и даже тротуарами. Но в целом цивилизация сюда добирается, и возможно уже через 5 лет остров изменится в лучшую сторону. В том числе благодаря предприимчивым русским, которые сюда переехали.